К нам не приходят клиенты, у которых все хорошо. И показываем нашим клиентам, что это возможно, не имея в штате бухгалтера, но спокойной душой спать, потому что у тебя оплачены налоги. В тот момент, когда тебе захочется сдаться, посмотри назад, сколько ты уже сделал. Еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Для нас этот инструмент оказался вообще спасением. Ты имеешь возможность искать по региону, ты имеешь возможность искать по обороту. По году создания компании, по кведам мы ищем, потому что это тоже для нас имеет значение. Очень-очень крутой инструмент. Вообще, это надо вырезать, это нельзя говорить, а то я формирую себе конкурентов. Друзья, витаю! З вами YouControl. Я Марина Балацька, менеджерка социальных медиа. Відкритие бизнеса потребует решения многих вопросов. Зокрема, зреєструвати компанію, управляти звітністю та вести бухгалтерский облік. Задача із дірочкою, якщо у вас в Штаті нема ні юриста, ні фінансиста, ні бухгалтера. Як же організувати роботу у форматі аутсорсу та як туди допомагають відкриті дані? Про це запитаємо у Наталію Андрусенко, керівниці відділу продажів та відділу клієнтського сервісу аутсорсингової компанії Symmetria+. Наталя, привіт! Рада, що ти погодилася поговорити з нами сьогодні про відкриті дані, особливо в розрізі аутсорсингових послуг. Я думаю, що в нас війде дуже цікава розмова. Привіт, Маріна! Так, дійсно, я думаю, що вона буде цікава не тільки для нас з тобою, але й для зрителів, тому що, як ваш і наш бізнес, він допомагає кожному підприємателю і взагалі всім підприємцям в цілому. Так, згодна з тобою. Отже, давай трохи про вашу компанію, про Symmetria+. Як вказано у вас на сайті, так як ти мені повідомляла інформація, ви є аутсорсингова компанія, що спеціалізується на наданні бек-офісних послуг по Україні та за її межами. Розкажи трошки детальніше про історію створення і взагалі особливості ведення бізнесу. Наверно, я почну перше з аутсорсингового. Вообще, що це таке? Тому що зачастую клієнти, котрим ми званим, вони задають вопрос, що в смысл, що таке аутсорсинг? По факту, це замена штатному бухгалтеру. Тобто це такий удалений сотрудник, який виконує всю ту ж саму роботу. Ну і единственное, як я шучу, іноді ви не смотрите йому в глязах. Але можу сказати, що на самом деле це гораздо удобніє, потому що, во-первых, Symmetria+, просто берет ответственность финансовую за все штрафы, якщо де-то які-то ошибки і так далі, тому подобне. І якщо говорити, допустимо, о кейсах, недавно, буквально 2 недели назад, ко мене прийшов клієнт на встречу, і все здорово, компания работает, говорить, що в мене є одна проблема. У мене бухгалтер штатний, він мене ставив штраф в размері 360 тисяч гривень. і штатного бухгалтера, його захищає, його захищає, віддові законодательства України, і, естественно, він може просто закритий свій ноутбук і уйти. І ніякій ответственності не несет. Тому я думаю, що ми не тільки полезні, але ми ще, знаєш, ми реально даєм гарантии, і ти уверен в завтрашній дні, ти понимаєш, що якщо щось злочиться, у тебе є якась якась опора, така як «Симметрия Плюс». Тепер я розкажу о тому, як она создавалась. Компания «Симметрия Плюс» була одной з первих, хто пошел по пути аутсорсингу, і це було в 2014 році. Наш учредитель, Дмитрий Ритальович Бушулян, з командою експертов, він создався компанію. І це було по причині того, що він работав на той момент в компанії «Грин Тим», фінансовим директором, і к нему постоянно обращались за помощью, создати управленнячу отчет, роботно, зробити фінансове планировання, моделировання. І він рішив, що буде здорово создати таку компанію. І що немаловажне, він создав її в день свого рождения. Це так класно! І це настільки мене, як все-таки я наемний сотрудник, я дуже люблю компанію, і мені каже, що ці моменти, коли собість настільки верить і любить свою компанію, що готов пожертвувати своїм днем рождения, тому що він завжди днем рождения компанії, і день рождения нашого Дмитрия Віталича. Це дає можливість, мотивацію, яку якусь веру в продукт. Це дуже здорово! І ще одна знаменательна дата у нас відбувалася в цьому року, того же 17 числа. Ми відкрали головний офіс, який знаходиться в Херсонській області, нової каховки. Огромний офіс на 200 человек. Делали офіціальне відкриття, построили ми його з нуля. І кроме нової каховки, у нас є представительство в Києві, в Гулливері у нас є офіс для прийома клієнтів, які знаходяться в Києві, в Київській області, во Львові і також в Одесі. Слухай, побудувати офіс з нуля, це дуже багато про що говорить, про серйозність компанії і про наміри в розвитку українського бізнесу. Так, це правда. Я можу сказати, що ми віримо в розвиті, ми дуже сильно приросли за цей рік, це правда. І, кстати, отримали дві награди, одна із них лідер года була, і вторая – «Вибір року» в 19-20-м году. В цьому году ми номинируємся на знак «Якость». І ми всячески пытаємся розвиватися і учимо наших бухгалтерів, тому що основна наша база – це бухгалтера. Сертифіціруємо їх кожний місяць і так далі. Тому тільки для того, щоб клієнт був доволений і щастлив. Слухай, я вас вітаю із нагородами, які ви вже отримали, і бажаю, щоб ви отримали наступні, все, чого ви хочете. Ти казала, що ви допомагаєте організаціям, точніше компаніям, в організації управлінського обліку і фінансової звідності. Розкажи, хто був вашим першим клієнтом? О, це така інтересна тема. Значить, да, дійсно, як я вже сказала рані, обращались з просьбою містні предпринимателі, з просьбою о тому, щоб підготовити управлінческий отчет, фінансову звідності і так далі. І на той момент жена Йохана, це учредителя, на той момент, одного із учредителей Чумак, в ній було ткацьке ателье, називалося вангаракс. І по факту вона стала нашим первим клієнтом, і ми з нею проработали, теж забавна штука, вокруг, наверное, знаки, я не знаю, 9 місяців ми з нею проработали, і потім наладили повністю їй весь бухгалтерський учет, зробили фінансовую отчетність і так далі. Ну, то есть построили їй тот базис, котрим можна було йти, скажімо так, в мир і нанять недорогого бухгалтера, який буде це все ввести. Тому, собственно говоря, от так у нас і все почалось. А потім сарафанне радіо, реклама, ну і, собственно, ми там, де ми є зараз. І далі продовжаємо рости. Ну, слухаєте, тут навіть класно ви допомагаєте з точки зору, ви будуєте, да, процес, а потім компанія вже може наймати бухгалтера, фінансиста, не знаю, то, хто відповідає за грошові операції в компанії і продовжуєте працювати. Да, можна і так, і так, тому що на самом деле те люди, які приходять вот сейчас, і давайте будем честні, коли ти тільки починаєш, процеси не идеальні, а сейчас ми налажимо, ми оптимізуємо ценову политику наших услуг, і ми действительно становимося альтернативно штатному бухгалтеру. Наши бухгалтери не пойдут на больничный, не пойдут в отпуск, і у тебе не буде врала в конце квартала, тебе нужно сдавать отчетность, тебе нужно платить налоги, то твой бухгалтер где-то там поехал отдыхать на Египет, допустим, да, ну то есть у нас взаємозаменяемость. И что немаловажно, вообще бизнес-модель построена таким образом, что бухгалтера, они поделены по блокам, и, ну вот, кто-то занимается там первичной документацией, кто-то занимается налогами, кто-то делает там финансовую отчетность, кто-то финансовое моделирование, вот там отдел НДС и так далее, за счет, и почему это на самом деле классно, потому что за счет, за счет однотипных задач человек делает их быстрее. А наша бизнес-модель, мы берем, ну у нас, наша тарификация идет по часу, то есть по факту, мы еще и помогаем клиенту сэкономить. Сэкономит. Да. Мне кажется, это здорово, и если, допустим, там один болеет, то второй его может с легкостью заединить, потому что у нас, как бы, есть там руководитель группы, который распределяет вот по участкам, и каждый бухгалтер понимает, что ему делать. Это очень здорово. Ну, это командная работа, так, и выходит, что вы надаете послугу и выполняете команду, ну, команду, так, не окремные там специалисты, какие-то, есть клиент А и его ведет там соответствующий фаховец Б. А это группа фаховцев, которые работают вместе. Так. Я считаю, что это на самом деле правильная позиция, потому что мы не зависим от каких-то субъективных причин, и, ну, у человека могут быть какие-то, ну, он может, опять же, он может заболеть. Ну, по факту, это то же самое, что и штатный бухгалтер, если мы говорим, мы строим именно альтернативу штатному бухгалтеру и показываем нашим клиентам, что, ну, это возможно, не имея в штате бухгалтера, но спокойной душой спать, потому что у тебя оплачены налоги, и у тебя не будет штрафа, потому что у нас специалисты, да. Дуже сильная такая можливость для бизнесменов. Да. Вот, расскажи, какие конкретно послуги вы надаете? Смотри, если говорить вот по оборотам, я обычно всегда так считаю, вот у нас бухгалтерские услуги это основной кусок, их 45%, дальше таможенно-брокерские услуги там 30%, есть юридические услуги 10%, мы делаем еще подбор персонала, подбор персонала занимает 10%, и все остальные услуги занимают также 10%. Вот, если, допустим, углубиться, то вот в бухгалтерских услугах мы предоставляем ведение, восстановление учета, мы делаем разблокировку налоговых накладных, мы подготавливаем и сдаем отчетность и также возвращаем НДС. Если говорить, допустим, о тех же юридических услугах, то здесь вот от нуля, скажем так, вот открытие бизнеса до его закрытия. Ну вот, ты можешь, изначально мы открываем бизнес, мы делаем договора для сотрудников и абсолютно разные договора на любую тематику, с любым контрагентом тоже можем это сделать. Вот, делаем устав, потому что компания, когда открывается, ей необходимо написать устав. Вот, есть, если человеку необходимо, допустим, там пойти в суд, тоже претензионная работа тоже есть у нас. Кроме того, мы делаем финансовое планирование, там есть очень классный инструмент, один из моих любимых, я рекомендую буквально каждому нашему предпринимателю, называется он платежный календарь. Это такой кэшфлоу, если кто знает, то есть движение денег, ну, ты должен понимать, и в этом платежном календаре ты точно понимаешь, когда у тебя какой контрагент оплачивает, да, кто там, какие у тебя растраты, и у тебя не бывает кассовых разрывов. Если нас смотрят предприниматели, наверное, они сталкивались с этими кассовыми разрывами, вот, это такая не очень хорошая, не очень приятная штука, вот, чтобы их избежать, есть такой классный инструмент, мы его тоже предоставляем. Ну, управленческая отчетность, я могу бесконечно на самом деле говорить, потому что еще и консультирование, и подбор персонала, начиная от там узкопрофильного сотрудника найти, заканчивая массовым подбором, ну, то есть это тоже мы делаем, IT-поддержку, это тоже, то есть если нужно, допустим, установить 1С, Офис 365, развернуть CRM-систему, тоже можем, и на самом деле, как показывает практика, всего лишь 6% предпринимателей имеют CRM-систему, ты можешь себе представить? До сих пор люди на бумажечках, в Excel-ках, представляешь, сколько времени они тратят на то, чтобы я... Для меня это, знаешь, звучит, как Билли, я не уявляю, я, когда взагали с CRM-ом працюю, это тоже складно. И сколько они денег тратят, и насколько они зависимы от своих менеджеров, это отдельная история, она, конечно, не касается нашего, но это больно, и мне очень хочется, чтобы наш бизнес действительно понимал, что это важная штука, и какая-то маленькая инвестиция дает тебе прирост в продажах 30%, поэтому возьмите на заметку. Классная парада, дякую тебе. Вот же, насколько я почула, ваш клиент с питприемцей, расскажи, як вы их шукаете? Ну, абсолютно разными способами, конечно, но мы сегодня на интервью с тобой, поэтому я понимаю, что ты хочешь меня спросить по поводу анализа рынков, я правильно тебя услышала? да, да. Да, я могу сказать, что для нашей компании это стопроцентное попадание, потому что у нас клиенты исключительно только предприниматели, тот, кто платит налоги, это все наши клиенты. Для нас этот инструмент оказался вообще спасением, и я считаю, что он очень крутой, мы ищем клиентов по регионам, в зависимости от того, знаешь, там, я там придумала какую-то, или мы с командой придумали какой-то, вот какой-то проект, вот сейчас мы идем, мы ищем там в каком-то определенном регионе по каким-то определенным там параметрам, и вот U-Control в этом помогает, потому что ты имеешь возможность искать по региону, ты имеешь возможность искать по обороту, что немаловажно, ты имеешь возможность искать по году создания компании, это надежный партнер, ты четко понимаешь, что там эта компания не однодневка и можно с ней работать, это очень круто, вот, поэтому по направлениям, по кведам мы ищем, потому что это тоже для нас имеет значение, очень-очень крутой инструмент, я считаю, что вообще бухгалтерские юридические компании, вообще это надо вырезать, это нельзя говорить, а то я формирую с ними конкурентов. Ну, мы уже правы интервью юридические компании, я так же думаю, так что формуешь конкурентов, они уже користуются этим инструментом, но, насправді, ну, дуже цікаво, что для бухгалтеров это такая знахида, ну, в моем уважении бухгалтерской галузи, знахида по шоку клиентов, это уже классно, как ты рассказываешь. Ты уже сказала, за какими параметрами, да, можно користоваться анализом рынков, можешь рассказать про какие-то кейсы, например, использование параметра, когда вы вытягиваете компанию по году, с годом реестрации, или, возможно, за другим, я так на вскрытку. Смотри, дело в том, что, допустим, мы очень любим сельхозников, и для нас это те компании, которые являются не основной аудиторией, но одной из, и вот мы как раз по кведам сельхозников мы вытаскиваем, и вытаскиваем по году формирования. На самом деле, я тебе хочу рассказать кейс, наверное, никого не удивлю, словом дебиторка. Есть такая боль, с которой сталкивается не только наша компания, но и многие другие, потому что ко мне приходили клиенты с запросом «помогите что-то сделать», и, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы в бизнес, кто-то обанкротился, кто-то по каким-то причинам погряз в долги, у кого-то были судебные разбирательства и так далее. И был у нас один клиент, и так сложилось, что все типа на двери, все было здорово, потом он пропал, и что долг висел, и это как-то некрасиво, мы уже договор заключили, все эти вещи. И мониторинг мне помог, я его поставила на отслеживание, и я хотела понимать, что у него такое. Оказалось, что у клиента было криминальное дело, и мы просто разорвали отношения с ним в одностороннем порядке, да, мы потерпели какие-то убытки, но сохранили реномэ-компанию. поэтому очень полезная штука, конечно, и больше того, я тебе хочу сказать, после того, как это произошло, я полностью поменяла стратегию и оплаты, и вообще взаимодействие с клиентами, весь, все бизнес-процессы, то есть сейчас, как бы, ну, как у нас в народе говорят, доверяй, но проверяй, вот, поэтому по факту мы сделали такую депозитную систему оплаты, теперь, ну, мы немножко защищены, вот, поэтому нам это помогло, это правда. В той випадок, когда открытые данные даже помогли сберегти репутацию компании, не залезти туда, куда залез клиент, ты знаешь, я вот, когда, ну, ты меня пригласила, когда я готовилась к интервью, я думала, ну, окей, там, бухгалтерские, юридические, там, компания, это прямое попадание в вашу целевую аудиторию, ну, как может использовать другой бизнес, потому что у меня, ну, я сама предприниматель, плюс я управленец, и мне всегда интересно, как же это, как выстраивается другой бизнес, вот, и вот как раз-таки вот этот вот мониторинг при заключении какой-то сделки, он всегда помогает, ну, то есть ты можешь четко понимать, насколько чист твой контрагент, потому что сделкой на встрече, там, вы там пьете кофе, там, все, все, там, как у меня есть бывший мой коллега, он работает на казахстанской, на казахстане, и там есть такая фраза, мамой клянусь, да, все, все типа здорово, все классно, но на самом деле получается так, что потом либо у него там какое-то судебное разбирательство, либо еще что-то, и тебе стоит задуматься, вообще стоит ли с ним иметь какое-то взаимодействие, поэтому для любого бизнеса это будет полезно в таком контексте 100%, это мое субъективное мнение. Ну да, мамой клянусь, это не бизнес-модель, это что-то в Казахстане это работает. на этом рынке это работает, сгодно с тобой. Про бизнес-процессы. Да. Ты знаешь, как они побудованы на стороне компании и на стороне клиента. Насколько ты согласна, что открытые данные помогают в развитии украинского бизнеса и в формировании бизнес-процессов? Чему же оцените за шкалою от 1 до 5? Смотри, я всегда оценюю, как бы я поступила, и нравится ли это мне, и помогает ли это мне. А потом уже думаю о том, насколько это поможет. Ну, если это поможет мне, значит, наверное, это поможет кому-то другому, потому что я сама же строю эти бизнес-процессы. Как я говорила ранее, в моем случае это 100% попадание, и что касается бухгалтерских, юридических компаний, то я оцениваю вас абсолютно на 5 баллов. Бесспорно, вы крутые, вы молодцы, вы создали тот продукт, который помогает бизнесу развиваться, не попадать в очень плохие истории, потому что, как мы проговорили про мониторинг, ты можешь себя обезопасить до момента заключения этой сделки. И вопрос, нужны ли тебе эти деньги, если ты потом будешь иметь неприятности, которые повлекут тебе большие потери. Вот и все. Поэтому я считаю, что это нужно использовать в стратегиях, особенно в наше нестабильное время, и это помогает бизнес-процессам. Ну, просто по-разному, в разных сферах, скажем так, бизнеса. Да. То, зрозумело. А как инструмент анализ ринков допомогает в побудовании этих бизнес-процессов? Ну, поиск клиентов. Раз. Второе. это, ну, во всяком случае, даже смотри, когда мы строим какую-то бизнес-модель, допустим, для какого-то любого бизнеса, ну, допустим, мы с тобой решили открыть, не знаю, ресторан. Давай, предположим, пофантазируем. Мы его решили с тобой открыть, наверное, там, не знаю, там, в Киеве. Хорошо. Что нам нужно сделать? Нам нужно провести какой-то анализ и понять вообще, сколько конкурентов вокруг нас. И с помощью анализа рынка вот тебе еще один просто элементарный кейс. Ты можешь просто посмотреть. Так, значит, в Киеве у меня там столько-то компаний. Ага, год формирования. То есть ты понимаешь, что у тебя там есть там десятилетних ресторанов, которые реально уже очень долго на рынке и тебе нужно будет с ними как-то повозиться, да, там, да, или у тебя есть там однодневки годовалые. То есть у тебя есть такое, скажем так, анализ, по которому ты дальше будешь строить свою стратегию в развитии своего бизнеса. Это можно на любой бизнес наложить. Ну вот даже если говорить, допустим, об открытии, вот то, что мне пришло первое в голову. Ну да, и выходит, когда уже есть список этих ресторанов, где-то там возьмем по Киеву, ты можешь сегментовать по руках и потом понимать, с кем ты будешь конкуровать и с какой стратегией. Ну там, старичками это сложнее, а смешивать их все в однее это не совсем правильно. И потом, чем берут конкуренты? Вот, ну, в любом случае, каждая уважающая себя компания делает там срезы, анализы рынка, понимать, что ты в рынке или ты не в рынке. Это тоже очень важно. И если кто-то об этом забывает, напомню, это надо. Потому что молодые обскакивают, а старички, они так вот тоже, они хардом берут, понимаете? Поэтому надо быть всегда в тонусе. Да, это действительно так. Расскажи, вот, вы используете различными продуктами U-Control, допустим, про анализ рынков. Кто конкретно из специалистов использует этот инструмент? Я имею на увазе, я не знаю. тви-видео, видеомаркет, ну, видео, не знаю. Да, в большей степени у меня занимается этим направлением маркетинг. Также иногда это первые продажи мы его используем. Ну, клиентский сервис больше. Клиентский сервис тоже, но в режиме мониторинга. Вот, там, если мы понимаем, что есть какие-то волнения с клиентом, мы, конечно же, всегда проверяем и смотрим, все ли у него в порядке. Может быть, там, год мы с ним сотрудничали, все было хорошо, а через год что-то произошло, и нам, ну, либо нужно дать ему руку помощь и как-то помочь, потому что мы очень, ну, мы правда, мы очень любим наших клиентов, и, ну, иногда с какими-то сложными ситуациями они к нам приходят, и мы им помогаем, это правда. Вот. как действовать и как выстраивать стратегию, это уже, ты видишь, это не только там на входе, это еще и вот в этом клиентском сервисе тех клиентов, которые с нами уже давно. То есть, это можно этот инструмент использовать на нескольких этапах воронки, скажем так, и на маркетинге, и на первых продажах, и на уже клиентском сервисе, когда клиент с нами уже был. Да. Ну, достаточно много так специалистов, я так, под суммой, користую эти инструменты, это очень классно. Классно, потому что это помогает людям в разных специальностях выполнять их работу. Так. По факту. Наталья, очень спасибо, это интересные и полезные ответы. Мне стало яснее, как работают в аутсорсинге в бизнесе. Что бы ты могла порадить бизнесу, который сейчас хочет организовать свою идеальность через аутсорс? Ты знаешь, Марин, мы иногда шутим у нас в компании, что к нам не приходят клиенты, у которых все хорошо. Они всегда приходят с какой-то проблемой, и я тебе рассказала один кейс, который произошел, то есть клиент пришел ко мне со штрафом 360 тысяч, кейсов масса. И если вы планируете открывать бизнес, вы должны понимать, что в любом случае будут сложности. И вот в первую очередь я рекомендую нанимать профессионалов, потому что я в нашей компании мы очень ценим наших сотрудников, и я правда горжусь, что у меня я их называю мозгом, это правда, потому что иногда у меня есть фин-контролеры, я их обожаю, они решают такие задачи, что ну вот у меня прям не знаю мурашки они их решают, они их решают, потому что они профи в своем деле. И вот в первую очередь нанимайте лучших, не скупитесь на том, чтобы там сэкономить, потому что к сожалению бизнес, бизнес, вот если говорить о бухгалтерии, это же в разрезе бизнес-модели это затратная часть, что делают с затратной частью ее режут. Естественно пытаются сэкономить на дешевом бухгалтере, который приходит и стоит 10 тысяч, 15 тысяч по ворку, но они забывают о том, что эти бухгалтера они оставляют вот такие сюрпризы, с которыми потом этому предпринимателю нужно как-то впоро это все. Да, как? Вопрос. Поэтому симметрия плюс, допустим, мы берем на себя финансовые обязательства на время договора еще после 3 года. То есть, если что-то происходит, да, действительно клиент может обратиться, мы заплатим штраф, это правда. И я могу сказать, что у нас даже был такой кейс, ну, не может быть все 100% хорошо, был штраф по одному из фопов это было, мы уже с ним не сотрудничали больше полтора года, и он приехал к нам, написал все, мы все возместили. И я считаю, это правильно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Да, мы сделали выводы, мы перестроили те бизнес-процессы, которые допустили тот момент, что возник подобная ситуация, но опять же это показывает другим предпринимателям, что тебе не нужно бояться, у тебя тоже, если у тебя сложится такая ситуация, то мы возьмем на себя обязательства, естественно. Поэтому в первую очередь это профессионал, во вторую очередь это огромное терпение, потому что сложности будут, и вот у тебя в тот момент, когда тебе захочется сдаться, посмотри назад, сколько ты уже сделал, еще чуть-чуть, и все будет хорошо, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот, конечно инвестиции, инвестиции в финансах, и в наше нелегкое время очень важно быть гибким. Если ты имеешь свою принципиальную позицию и не хочешь от нее отступить, а рынок диктует тебе новые условия, ну что ж, дружок, ты не выживешь. Это мое субъективное мнение, поэтому будьте гибкие, берегите себя, свое здоровье, сейчас это важно, и все будет хорошо. Спасибо, Наталья, очень интересное интервью, мне понравилось. Выявляется аутсорс естественно взаимодействовать со сферой открытых данных, новый кут как на меня. Друзья, а вы как думаете? До речи, напишите нам в коментарях, чи вы користуетеся послугами аутсорс новых компаний. И, конечно, ставьте лайк под видео. А на том все, бережите себя и проверяйте зюг контрол. Субтитры и ... Продолжение следует...